С вами программа День Города в студии Марины Комиссарова. Здравствуйте! Ближайшие 15 минут о главных событиях среды вам расскажем я и мои коллеги. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Натурально и вкусно. Фермер из полян решил восполнить недостаток сыра на прилавках. Торговые ряды подешевели на 50 миллионов рублей. Найдется ли желающий воскресить памятник архитектуре теперь? Торговые ряды на улице Краснорядской, являясь объектом культурного наследия федерального значения, уже много лет пустуют, не находя своего применения. Неоднократно объект выставлялся на торги, но до сих пор судьба памятника архитектуры так и не решилась. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области вновь выставило торговые ряды на продажу. Теперь их начальная цена составляет 101 миллион 578 тысяч 564 рубля, что на 51 миллион ниже объявленной ранее цены. Напомним, инвестор должен будет выполнить ряд обязательных условий. Только после этого он сможет стать собственником здания. Главное условие – сохранение исторического облика торговых рядов. Говорят, что свято место, пусто не бывает, что никак с этим зданием в центре города непонятно. Тем не менее, торговые ряды пустуют вот уже много лет. 20 сентября Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области приняло приказ о приватизации торговых рядов на улице Краснорядской. Это не первая попытка продать здания торговых рядов. В декабре 2015 года торги были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества заявок. Тогда единственным участником торгов стал ООО «Прёхский пассаж». А в феврале и мае этого года конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. Надо отметить, что комплекс является объектом культурного наследия федерального значения и реализуется с обременением. Попробуем узнать у прохожих, как им такое запущенное соседство в центре города. Вы часто здесь гуляете? Ну да, было часто здесь. А вы вот помните, что было раньше в этих торговых рядах? Ну, если честно, нет, живу здесь всю жизнь и, в принципе, такое наблюдаю постоянно. А вот как считаете, насколько это вообще эстетично и красиво, хорошо? Ну, если бы поддерживали в определенном, так скажем, порядке, то было бы, конечно, красиво, потому что центр города, хотелось бы, чтобы поддерживали. Но как местные жители, так и власти как бы не обращают внимания, я так понимаю. А вот вам хотелось бы что-нибудь, может быть, чтобы было здесь конкретное, кафе, магазины? Ну, конкретно, кафе, магазин, мне кажется, их достаточно. Ну, что-нибудь, чтобы поддерживали, конечно, что-нибудь можно было бы такое. А вы давно в Рязани живете? Давно. А вот что здесь раньше было, помните, нет? То же самое, что и на той стране. То есть вы застали этот момент еще? Да, да. А вот как считаете, вообще вот этот вот пошарпанный вид, это не портит вообще наш город в центре? Портит. Но нет хозяина толкового. Поэтому все в таком виде остается. А что хотели бы видеть здесь? Да, можно, и то же самое, что там. Второвые ряды, интересные какие-нибудь магазинчики. Пусть будет. В Рязани давно живете? Достаточно. А вот как, помните, что раньше вот здесь было в этих рядах? А что тут было? Что тут помните? Или тут никогда ничего не было? Ну, я не знаю, когда это было. В 90-е тут вот было, это без строя, это кафе еще. А как считаете, вот это вот закрученное здание в центре города портит вид вообще нашего города? Ну, что-нибудь можно придумать, какую-нибудь там торговую ряду сделать. Вы помните, что раньше вот в этом здании было? В каком? В новых рядах. Помню кое-что, кондитерский магазин был от Красного Октября. Там была бытовая техника у нас на углу. Ник, по-моему, Ник или Ника. Но это было очень-очень давно, лет 10, а то как бы не больше. А как считаете, вот что сейчас здание в таком вот... Безобразие. Не нравится. Во-первых, центр города, как говорится, эстетики никакой из-за этого здания. Посмотрите, все зашарпанное, некрасивое. Я думаю, что здесь надо что-то сделать. Торговые ряды, торговые ряды, торговые ряды вряд ли. Может быть, что-то музей. Вот тот же Иванов, который находится в том вот здании, где Ринвестбанк. Ну, что-то интересное, чтобы люди приходили. Здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров необходимо реставрировать. На сегодняшний день стоимость производственных работ составляет 131 268 353 рубля. Еще после приватизации здания власти намерены были открыть там культурно-выставочный центр. Первоначально рязанские власти хотели продать торговые ряды за 152 с лишним миллиона рублей. Однако теперь стартовая цена составляет 101 миллион 600 тысяч рублей. Открытый чемпионат Рязани по плаванию сегодня стартовал в бассейне «Аквамед». Рязанский государственный медицинский университет не впервые принимает соревнования высокого уровня. Здесь созданы все необходимые для этого условия. В нынешнем году участников гораздо больше, чем в прошлом. 250 представителей 16 команд в течение двух дней будут бороться за призовые места и выяснять, кто достоин представлять регион на первенстве ЦФО. Плавание – один из видов спорта, популярных среди всех возрастов и слоев населения. Условия же для развития профессиональных спортсменов в Рязанском регионе стали создаваться только в последние годы. И одним из прорывов в этом отношении специалисты считают бассейн «Аквамед». Именно он после своего открытия стал площадкой, принимающей соревнования разного уровня. Первенский чемпионат города – это официальные соревнования, определяемые сильнейшие. Ребята могут получить разряды, выполнив данные по какой-то дистанции. Очень приятно, что в этом году еще больше участников, заявилось 250 человек. Еще приятнее то, что приезжают к нам на соревнования из районов нашего города, нашей области. Две категории – мужчины и женщины «Абсолют», а также юноши и девушки – в течение двух дней будут соревноваться за звание чемпиона Рязани. Это является открытым чемпионатом города Рязани, на котором будет формироваться команда Рязанской области, где будут защищать они на первенстве России Центрального федерального округа. Участники из всех вузов города и районов области, а также из Подмосковья, уже сегодня опробовали воду. Это лучший бассейн на данный момент является в городе Рязани и Рязанской области. Получил он сертификацию ответствия, так как он может принимать соревнования уровня первенства России. Событие для спортивной жизни города значимое, а для медицинского вуза ответственное и престижное. Хотя принимают здесь самых сильных спортсменов уже не впервые. Мы очень рады принимать различные уровни соревнования и хотим, чтобы это было еще чаще. Действительно, наш бассейн стал домашним для городской школы плавания «Дюш-Волна». И вот этот чемпионат, наверное, уже по счету третий, который они у нас проводят. Надеемся, что их будет больше. Бассейн сертифицирован в Минспорте России, имеет необходимые документы. Соответственно, ребята, получающие разряды здесь, выполняющие очередные нормативы, это все легитимно и они законно присваиваются. Поэтому у нас много гостей и спортивное направление – это одно из тех, которые мы хотим, чтобы у нас развивалось. Следующими значимыми соревнованиями, которые пройдут в Аквамеде, станут соревнования по плаванию среди медицинских вузов. Более 20 команд из вузов всей страны соберутся здесь в середине октября. В этом году 60 лет исполняется Рязанскому политехническому институту. За это время из стен вуза вышли инженеры, архитекторы, строители, востребованные далеко за пределами области. Из небольшой учебной лаборатории до крупнейшего вуза города. Вот тот путь, который прошел Рязанский политехнический институт за 6 десятилетий. Сегодня учебное заведение полностью отвечает своей миссии. Готовит высококвалифицированные кадры, которые помогают вывести экономику нашего региона на новый уровень. Юбилейные торжества показали – политеху есть чем гордиться и в прошлом, и в настоящем. Они просматривают не на год, на 5 лет вперед, на 7 лет вперед, и уже сегодня открывают новые специальности, которые необходимы региону. Рязанский политехнический институт – кузница кадров машиностроительного, градостроительного и архитектурного направлений. За 60 лет вуз выпустил более 30 тысяч специалистов инженерного профиля. Значимость института для Рязанского региона отмечали все собравшиеся на юбилейном вечере гости. Город Рязань гордится тем, что на его территории находится такой прекрасный вуз, в котором и коллектив, и студенты крайне дружны. Рязанский политех сегодня не только крупный вуз с сильным научно-техническим потенциалом, но один из центров духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Сегодня без воспитания, причем без духовного, нравственного воспитания, обучение не может обходиться. Мы всегда так говорим, что студент должен быть разносторонней творческой личностью. Это и учеба, это и наука, науке обязательно надо заниматься, это и воспитательная работа, это и спорт, и творчество. Вуз молод душой, энергично развивается и строит планы на будущее. Как считает в институте, 60-летие – это только старт к новым высотам. За минувшие 8 месяцев 2016 года органы прокуратуры выявили и пресекли более 6 тысяч нарушений закона в сфере экономики, в том числе в области защиты прав потребителей. Должностные лица наказаны, незаконные правовые акты опротестованы, работа продолжается. Кроме того, в федеральном законе о защите прав потребителей внесен ряд изменений. Так, законом вводится новое проверочное мероприятие – контрольная закупка. Обязательным условием проведения данного контрольного мероприятия является присутствие двух свидетелей, либо применение видеозаписи. Исключением будут составлять контрольные закупки, осуществляемые дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае выявления нарушения обязательных требований, информация о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юридического лица, либо индивидуального предпринимателя незамедлительно после ее завершения. В мире стремительно развивающихся технологий лучшим другом людей, думающих, остается книга. Причем, несмотря на удобство электронных книг и прочих, предоставляемых современным рынком устройств, любовь людей к традиционной бумажной книге не ослабевает. В конце сентября в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоится фестиваль «Читающий мир», корни которого уходят в 1995 год. За 20 лет существования фестиваль не только остается актуальным, но и расширяет границы, получив статус межрегионального. 70 издательств из 23 регионов, и все это в Рязани уже через неделю. В библиотеке имени Горького сегодня обсудили предстоящее мероприятие, выставки и ярмарки ведущих издательств России, отборочный этап Всероссийского чемпионата поэзии, традиционный конкурс «Книга года». И много всего того, что может привлечь к книжному фестивалю не только взрослых, но и детей. Особые краски фестивалю добавляют творческие проекты. Это выставки изделий народно-художественных промыслов, которые будут у нас развернуты на цокольном этаже, мастер-классы, которые проведут ведущие мастера народно-художественных промыслов и те, кто увлекается творчеством. А еще концерты, интерактивные прогулки по Третьяковской галереи и «Звездному небу» и много других площадок даже для самых маленьких слушателей сказок. Но главная идея будет прослеживаться через весь фестиваль. Мероприятия будут направлены на продвижение книги и, конечно, укрепление межрегионального сотрудничества в области издания. После введения санкций с прилавков магазинов исчезли многие европейские сыры, которые всегда являлись для нас образцами качества. В связи с этим в России активно стали развиваться фермерские хозяйства. И помимо мяса, молока, творога, фермеры начали производить в том числе и сыры, которые по своим вкусовым качествам не уступают европейским. За примерами далеко ездить не пришлось. Буквально в паре десятков километров от Рязани в селе Поляны находится небольшая частная ферма Виктора Романцова. Сегодня на ней в чистоте и порядке содержится около 110 дойных коз, которые в общей сложности дают чуть больше 100 литров молока в день. Вот здесь каждое утро происходит их дойка. А вот в этом помещении излишки молока, которые не идут на продажу, превращаются в самые настоящие сыры, произведенные соблюдением всех технологических правил. На заводе такой сыр не сделать, как сделать руками. Главное дело в сыроделе – это любить свое дело. С открытой, доброй душой подходить. Потому что молоко – это живое существо, и оно дает на добро, платит добро. Вкусом молока и прелестями этого сыра, пикантостью. Серьезно именно сырами Виктор Романцов занялся 4 года назад. В чем-то освоить сыроварение ему помогли мастер-классы. Но опытные французы все же не стремились раскрывать на них все свои секреты. Так что до многого Виктор Федорович доходил сам методом проб и ошибок. На сегодняшний день фермер из полян производит порядка 15 сортов сыра. Выдержанные, мягкие, с плесенью. Производство каждого сорта имеет свои особенности. Температурный режим, процедура заквасок разная. Есть, допустим, если нагреваешь выше 37 градусов, нужны термофильные закваски, ниже – мезофильные закваски. Если вам нужно получить сыр с плесенью, значит, необходим обязательно определенный микроб. Там инцерин, гратин, там еще и кандидум. Какой нужен сыр, допустим, в последний раз делал – приблошон. Вот. Ну, отличный сыр. Он, конечно, с препаративным запахом, но вкус не выкновенный. А вот из этого молока получится сыр халуми. Как нам объяснил сыровар, в производстве сыра мелочей нет. Важна каждая деталь. Даже то, каким образом мешается молоко. Смотрите, молоко я никогда не мешаю вот так. Молоко закручится, и сыр уже получается закрученный. Уже вкус и теряется. Имеет значение температура, при которой сыр выдерживается. Обычно это порядка 12-13 градусов Цельсия. Но Виктор свои сыры выдерживает при 8 градусах. Ведь чем ниже температура, тем медленнее он созревает. А значит, в нем будет больше вкуса. А еще фермер добавляет в свою продукцию орехи, прованские травы, оливки, перец, различные пряности. Сами понимаете, себестоимость подобного сыра достаточно высока – около 1000 рублей. Сегодня у Виктора закупают продукцию несколько торговых сетей, но окупается только затраченное на производство сыра молоко. Виктор Федорович говорит, что для него это скорее хобби. И тем не менее, ему хотелось бы расширить свою ферму и увеличить производство сыров. А это без поддержки со стороны государства, сами понимаете, практически невозможно. На этом у меня все. Смотрите новости, интервью с интересными людьми и авторские проекты на нашем сайте город62.тв. Присоединяйтесь к сообществу телекомпания «Город ВКонтакте». Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова